Добрый день! Сегодня готовлю капустные оладьи или капустные котлеты. Нам нужна свежая капуста. Я капусту уже заранее нашинковала ее. Она у меня такими длинными полосками, но ее нужно разрезать на небольшие фрагменты. Сильно не мельчите. Средней длины кусочки примерно 2-3 сантиметра при формировании котлет помогут нам, чтобы котлетки держали свою форму и не распадались во время приготовления. Капусту я опускаю в кипящую воду. Нам нужно капусту приготовить приблизительно на 50-60 процентов, чтобы она слегка стала мягкой. Можно довести до кипения и прокипятить 1-2-3 минутки в зависимости от сорта капусты. Или можно довести до кипения и выключить. Она уже будет готова на 50-60 процентов. То есть смотрите по готовности. Дальше я слила в раковину горячую воду и оставляю охлаждать капусту. В отдельной сковороде я буду пассеровать овощи. Добавила немного растительного масла и высыпаю сюда репчатый лук. Одну среднюю луковицу. Пассеруем 1 минуту приблизительно и добавляю морковь. Небольшая морковь. И сразу же добавляю через минутку болгарский перец с небольшими кусочками, кубиками порезанный. И все это вместе при непрерывном помешивании я пассерую приблизительно 2,5-3 минуты. Капуста остыла до теплого состояния и сейчас в капусту я высыпаю пассерованные овощи. Добавляю измельченные у меня польские колбаски. Можно использовать абсолютно любые колбасные изделия или также курицу, говядину, готовое, ветчину любую, все, что вы хотите. Зеленый лук, петрушку. Два крупных яйца или у вас, если яйца мелкие, добавьте, пожалуйста, 3 яйца тогда. Соль по вкусу. У меня чуть меньше, чем чайная ложка соли. Перец по вкусу. И также можно добавить любые ваши любимые специи. У меня специи домашнего приготовления смешанные. И теперь все это перемешиваем с капустой. У нас такая капустная, очень ароматная получается масса. Как только перемешали все ингредиенты, сейчас будем добавлять муку. Я отмерила 3 ложки муки, 50 грамм. Сейчас я добавила 2 ложки, перемешаем 2 ложки, затем добавим еще одну ложку, если будет необходимо, если масса не будет слишком такой суховатой. Но капуста также продолжает пускать сок, так что она постоит немного и все равно будет выделяться сок. Я добавляю сейчас еще третью ложку. Масса получается довольно-таки густая. Она такая липкая, поэтому можно формировать котлеты. И обязательно их в панировке, или в муке, или в сухарях. Или можно пожарить в растительном масле, с добавлением растительного масла, как капустные оладьи. То есть так, как вам удобно. Но эта масса также идеальна для формирования котлет. И выкладываю по столовой ложке, такая с горкой, хорошая столовая ложка, в разогретую сковороду с растительным маслом. Масло растительное используйте любое по своему вкусу. Жарить будем оладьи на среднем огне, или чуть меньше среднего, чтобы они у нас быстро не подгорали, а прожаривались хорошо. Приблизительно по 3-3,5 минуты. И переворачиваем. Они очень румяные, аппетитные такие. И хорошо держат форму, не распадаются. И так же продолжаем готовить еще минуты 3. И выкладываем в тарелку. Можно на бумажное полотенце. С этого количества капусты и овощей у меня получилось 12 вот таких капустных оладьев. Можно дополнительно приготовить любой соус по вашему вкусу или использовать любой готовый соус, какой у вас есть. Или подать сметану, или йогурт. Мне очень нравятся такие оладьи с обычной сметаной. Готовьте с удовольствием. Это очень вкусное блюдо. Можно приготовить и на завтрак, и на ужин. Может быть, на завтрак немного больше возни, так как нам капусту отваривать нужно. Но на ужин идеальное блюдо. Готовьте с удовольствием. Была рада, что вы были со мной. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Заглядывайте в гости почаще. И до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!